Этот день с толком в студии Евгения Даровская в этом выпуске. Замки из песка. Любое землетрясение и все это дело в ухне. Почему эксперимент по строительству необычных домов в виске с треском провалился? Позолоти ручку, сколько стоит собрать ребенка в школу? Бежим с толком. Тренировалась? Нет. На морально-волевых? Да, просто вдохновение, забег, будет огонь. Куда бегут журналисты и кто оказался первым? Археологические раскопки на исторической улице Ползунова приостановлены. Работе помешала поднявшаяся грунтовая вода. Сейчас ее откачивают. Напомним, на этом участке располагалось городское кладбище, а сейчас там прокладывают ливневую канализацию. Но к коммунальным работам невозможно приступить, пока место не изучат археологи. И у них уже есть находки. На данный момент выявлено 7 захоронений, в основном женские и детские. Ну, они, согласно методике археологической, все зафиксированы, зачищены, сфотографированы, выбраны. Из находок на данный момент, по-моему, 3 нательных крестика, нательный медальон. И на двух костяках были обнаружены остатки медных же крестов. Но ввиду того, что место болотистое очень сырое, плюс процессы химические, возникающие при разложении органики, отрицательно повлияли на медный сплав. То есть практически изделия разложились. От них остались только следы на костях. Археологи планируют вернуться к раскопкам в ближайшую среду, а работы по прокладке ливневой канализации намерены закончить к ноябрю. Ну, а в Бийске строительный эксперимент превратился в затяжной скандал. С момента заселения спековских новостроек, известных в Бийске больше как «Три поросенка», прошло уже 5 лет. За эти годы в трехэтажках, построенных якобы по европейским стандартам, какие только комиссии не побывали. Из Барнаула, из Москвы, из прокуратуры, из Следственного комитета. И все эксперты в один голос говорят, так жить нельзя. Но люди там продолжают жить, и расселять их, похоже, так никто и не собирается. Подробности у нашего корреспондента Марины Волковой. Любое землетрясение, и все это дело лухнет. И ускорит разрушение дома. Вообще, металлическое. По контракту там четко написано, что должна быть железобетонная лестница. А у нас здесь вот такая вот. И вот здесь написано, что гораздо меньше. Должно быть не менее метра. Здесь 0,9 сантиметра. Метра 90 сантиметров. Сегодня жильцы дома вспоминают. Еще когда только эти дома строили, они выглядели как карточные домики. И эта внешняя несерьезность уже в первый год отразилась на качестве проживания в квартирах. Зимой 15-18 выше нуля, летом больше 40. Плюс плесень и постоянный груз страха, что или лестница обрушится, или щитовая загорится. Но люди не сдаются. Все эти годы они продолжают отстаивать свои права на нормальные условия жизни. Весной по инициативе спековцев была проведена энная по счету техэкспертиза состояния дома, которая показала – дома аварийные. Администрации непосредственно дали протест и сделали свою экспертизу. Произвели экспертизу, где мы были все 25 человек на межведомственной комиссии. 20 июня она у нас была. Мы не были ознакомлены с этой экспертизой. Кто проводил, имеет ли он лицензию, на каком основании, кто ее назначил. Потому что они читали нам по шпаргалкам и вынесли свое решение, что будут восстанавливать они нам здесь строительные работы. Но сколько восстанавливать эти строительные работы? Уже с 2013 года непосредственно идут разрушения. По словам жителей, на межведомственной комиссии им было предложено провести капитальный ремонт. При этом все гарантийные сроки с момента официальной сдачи объектов в эксплуатацию уже вышли. О том, что с домами далеко не все в порядке, было ясно уже через полгода после их заселения. А специалисты из числа общественников еще в ходе строительства говорили о том, что жить в них будет нельзя. Эту серию вот так получились, сложились обстоятельства, что в 1982 году я привозила из Барнаула для строительства сараев, которые производили в то время за территорией 257-258 зданием Сиприбурмаша. Это была территория химкомбината, завод минеральных удобрений. И это именно было для взрывоопасных, очень дешевый вариант, который категорически нельзя применять для строительства жилья. Но живут, потому что уйти некуда. Мало того, в этих домах есть семьи, купившие квартиры под материнский капитал. А для этого, как известно, необходимо заручиться разрешением многих и многих инстанций. У нас даже риэлторы не соглашались, что не будем связываться с этими домами спековскими. Ну, администрации у нас прямо одобрили за здравствуйте. У нас промерзает полностью стена, пол, ледяной у нас, ледяной прям пол. Летом дышать нечем. Все, дети у меня в деревне старшие. Вот с этой маленькой мы стараемся либо выехать, либо уехать куда-то, ну, к родственникам, к знакомым. О том, как выживают в своих квартирах, жители горе европеек могут рассказывать часами, наболело. Вариант капитального ремонта их не устраивает. Они намерены обращаться в Генпрокуратуру и дальше выше, до Верховного суда. И это несмотря на то, что почти каждая из проживающих здесь семьи в среднем на судебные сдержки уже потратила до 100 тысяч рублей. Почему администрация Бийска приняла решение капитально ремонтировать эти дома, вместо того, чтобы смириться с их аварийностью? Узнаем, когда получим ответ на официальный запрос, который мы направили уже сегодня. Марина Волкова, Андрей Сегаев. Ну, а в Барнауле почти 200 домов на три дня останутся без горячей воды. Из-за ремонтных работ на газораспределительной станции будет прекращена подача газа в 10 котельных центрального района. В результате на трое суток горячую воду отключат в домах поселка Южны, на улицах Гоголя, Короленко, Интернациональной и других. Помимо жилого сектора под ограничения попадают 30 социальных учреждений. Это детские сады, школы, больницы. Работы на газораспределительной станции продлятся до 15 августа. Кроме того, из-за перекладки теплосетей в эти дни ограничено горячее водоснабжение в ряде домов центрального и индустриального районов. Меньше месяца осталось до начала нового учебного года. Для родителей это, пожалуй, самая горячая пора, ведь приготовить ребенка к школе нужно не только морально, но и, конечно же, вложиться материально. Ко мне сейчас присоединится наш корреспондент Полина Жданова. Она прошлась по барнаульским магазинам, посчитала, во сколько в среднем обойдется полностью подготовить ребенка к школе. Полина, привет. Вот я, честно говоря, как мама школьника еще ничего не делала. Ты меня напугаешь сейчас, и я побегу. Во сколько? Посчитала ты? Здравствуй, Женя. Посчитала. На самом деле, страшного сильного и астрономических цен я там не обнаружила в магазинах, поэтому все вполне реально и, в принципе, впишется в бюджет, если откладывать деньги заранее. А сколько именно можно потратить в этом году на сборы ребенка в школу, я сейчас расскажу. Я решила представить себя в роли родителя школьника, и первым делом составила список покупок. Он получился достаточно традиционным, и вот что в него входит. Это обустройство рабочего места, там купить светильник или новый стул, одежда и обувь, естественно, канцелярия, принадлежности для творчества, уроков труда, кружков и секций для каждого индивидуально. Мы выяснили, для большинства барнаульцев сбор ребенка в школу – это достаточно затратное дело. На двоих 40-45. Ну, это как бы если полностью с канцелярией, с обувью. Просто в среднем брать там, да, просто хотя бы стандартный набор, да, то есть без там дополнительных каких-то там рубах, брюк и тому подобное, ну, в среднем от 7 до 10 тысяч получается. Это плюс канцелярия, и просто пойти в форму на 1 сентября с букетом цветов, как бы все на этом. Сколько в год уходит на то, чтобы в школу ребенка собрать? Ну, минимум, наверное, 1035, когда и больше даже. Пройдемся по магазинам и посчитаем примерную стоимость школьной корзины. Цены везде разные. Есть как эконом-класс, так и более брендовые, люксовые вещи. Поэтому мы составили графику примерных цен на школьную амуницию. И вот что по итогу мы посчитали. Самая дорогая статья расходов – это одежда и обувь. Как для девочек, так и для мальчиков выходит около 15 тысяч рублей. Канцелярия обойдется примерно в 2,5 тысячи, рюкзак – около 2,5 тысяч рублей. В среднем получается от 15 до 25 тысяч рублей на одного школьника. Сэкономить можно на учебниках. В большинстве школ их выдают бесплатно. А вот на рабочих тетрадях и прописях экономить не удастся. Как правило, они предусмотрены во многих образовательных программах. Но в некоторых школах края предложили альтернативу – не тратить родительские деньги, а использовать одноразовые печатные материалы. В простых тетрадях работаем. Пятаешь, что нужно на компьютере, и все. Распечатываю детям. Что понятно точно, с каждым годом собрать ребенка в школу все дороже. А потому опытные родители советуют готовиться к учебному году заранее, а не тянуть до конца лета. Кстати, в торгово-промышленном комплексе на «Космонавтов-59» до 15 сентября включительно работает выставка-ярмарка школьных товаров, где можно купить все необходимое. Спасибо, Полина. Ну а мы продолжаем. Первая в Алтайском крае школа для подготовки к беременности семей, в которых оба или один родитель с инвалидностью откроется в Барнауле этой осенью. Идея принадлежит 19-летней студентке Барнаульского медицинского колледжа Екатерине Щановой. Екатерина рассказала нам, как может работать эта школа. В будущем семье будет рассказано все течение беременности, как проходят роды, какие периоды родов есть, как себя лучше вести. Будут отдельно разобранные методы самообезболивания, поскольку это тоже очень важно. А также уход за новорожденным. Сейчас в Алтайском крае больше 180 тысяч человек, имеющих инвалидность. Это чуть меньше десятой части жителей региона. И ряд экспертов высказывает мнение, что среди них не так много людей, желающих завести ребенка. И создавать специальный центр необходимости нет. Ну вот, к примеру, мнение общественника и человека с ограниченными возможностями Вячеслава Кайгородова. Статистика по проекту будет притянута, что называется, за уши. Потому что вот такого массового, простите, желания рожать среди дам с инвалидностью, но мне кажется, что это как-то, еще раз повторю, искусственно. И в проект придут, ну вот, может быть, там, 3-5 человек, которые действительно хотят рожать. А вторые как... и придут зрители, скажем так, которые хотят поиграть в куклы для развлечения. Ну а вот предприниматель Ирина Яковенко, которая, будучи прикована к инвалидному креслу, родила двоих детей, уверена, что в крае, напротив, очень много инвалидов, которые мечтают о ребенке. Говорит, потребность в специализированном центре для таких людей есть. Но, по мнению девушки, начинать нужно не с этого. Работать необходимо над доступностью медицинских учреждений, тех же поликлиник. Предполагается, что в школе для будущих мам и отцов с инвалидностью как раз будут работать перинатальные психологи и акушерогинекологи, которые специализируются именно на работе с особенными людьми. Планируется, что с октября центр начнет свою работу, правда, пока конкретного адреса нет. Грантовых средств хватит на полгода, но Екатерина Щенова намерена свое дело продолжать искать спонсоров или вкладывать свои деньги. Но пока позволяет погода, жители края ловят возможность, чтобы отдыхать. В эти выходные наши коллеги уехали в горы побегать. Редакция телеканала «Толк» приняла участие в горном забеге. Всего в Чемальский район на марафон приехало 150 участников, в их числе и профессиональные спортсмены, и сторонники здорового образа жизни, и просто фанаты горных пейзажей. Дарья Эйдемиль расскажет о маленьких победах наших корреспондентов над собой. Сегодня редакция телеканала «Толк» в Горном Алтайме. Приехали в Чемал, чтобы поучаствовать в горном забеге. Давайте спросим у наших коллег, насколько боевой у них настрой. Ты тренировалась? Нет. На морально-волевых? Да, просто вдохновение, забег. Будет огонь. Да, я за атмосферой, за эмоциями прибежал, собственно. Не то, чтобы мне сколько сам бег, сколько так попробовать, ну и себя понять, что могу, что не могу. Пока не скомандовали старт, спросим у спортсменов. Здрасте. Как настрой? Ну, будем стараться. Боевой. Работать будем. Сколько пробежать планируете? 21 километр, полумарафон. Побежим. Чего теперь прятаться? Как есть, так есть. То есть это не обязательно быть спортсменом. Достаточно иметь желание и вот эту победу сделать над собой, первую, приехать сюда. Дальше пройти дистанцию, уже отправятся новые двери для новых побед. Я думаю, это очень важно в жизни каждого человека. Пока участники забега бегут по живописным горам Алтая, я расскажу вам, какие дистанции можно было выбрать. Это 3 километра, 5, 10 и 20. 20-километровую дистанцию бегут профессиональные спортсмены. А вот 10 километров может позволить себе и любитель, что сделал наш коллега Илья Кочетков. Сейчас мы передадим ему слово прямо с места событий. И 5 километров в середине на пути. Итак, впереди еще ровно столько же. Но, конечно, устал. Но пейзажи вокруг такие замечательные, что я и стараюсь ими любоваться. Все-таки горный Алтай. А еще помогает погода. Не жарко. Такая легкая прохлада. То, что нужно. Это спорт, здоровье, жизнь, веселье. Потому что туристы приезжают, должны отдохнуть на базах. И кто желает еще пробежаться по прекрасной природе. Поэтому мы только за такие мероприятия. Сегодня еще у нас день физкультурника. Поэтому у нас все так совместилось хорошо. Поэтому Чимал. Здоровый образ жизни. Здоровый теле. Здоровый дух. Я даже говорить не могу, потому что эмоции зашкаливают. Я думала, я эти три километра просто не пробегу. Но где-то в обратную сторону открыла стороне дыхания. И я рада, что я пробежала. Пусть и практически последняя. Но это было круто. Ура! И-и-и-и. Финиш. Глуп. Ну и как оно? Бу. Скажи, почему ты выбрал такую большую дистанцию? Ты же не профессиональный спортсмен. Почему 10 километров? Хорошая, круглая такая цифра, число. Ну и к тому же, когда девчонки выбирают по 3, по 5 километров, что я буду выбирать? Меньше или столько же, правда ведь? Между прочим, Волков Игорь. Четырехкратный победитель. Ярый пропагандист века в горах. Это дорогого стоя, друзья. К сожалению, призовых мест наши коллеги не заняли. Зато пробежали в горах целый марафон и получили вот такие деревянные медальки и кучу положительных эмоций. Дарья Демилер, Алексей Фризин. День с толком. Удастся ли позаниматься спортом на природе во вторник, узнаем через несколько секунд. Спонсор прогноза погоды – компания «Валар». К этому часу у меня все новости. Смотрите нас также на нашем канале в YouTube, в соцсетях Instagram, ВКонтакте, в Facebook. Здесь не только новости, но и розыгрыши с призами. Жизнь нашей редакции насыщенная и забавная. Смотрите, подписывайтесь. До встречи в эфире. Спасибо.